Игорь Владимирович, последние матчи перед перерывом получились довольно успешными, победы были одержаны. Как можете оценить действия команды в последних матчах? Ну, они как бы следствием всего прошедшего месяца. Тут надо говорить не о последних матчах. Мы с самого начала с вами договорились, что нам даже не очки важны, а качество игры. И мы видим уже, что команда действует более организованно в обороне. Быстрее переходим из атаки в оборону и из обороны в атаку. Начинаем лучше играть численные равенства. И все это определило достаточно успешный октябрь, где мы выиграли, по-моему, 11 матчей из 13. И сейчас вот в этот период мы должны немного просто поднять. К сожалению, мы потеряли, ну не потеряли, мы делегировали много игроков в сборные команды. Это немного затрудняет процесс подготовки команды вот в эту паузу, когда будет задействована сборная в турнире. Но мы попытаемся максимально эффективно использовать этот период. Ну а как вообще в этот период будет строиться работа? Какие тренировки? На что внимание? Ну, в первую очередь, первый мы как бы весь этот период разбили на два микроцикла таких серьезных. Сейчас в первом микроцикле мы будем набирать объемы. Для нас важна функциональная подготовка команды. Потом ребята отдохнут один день. И следующий микроцикл трехдневный уже будет чисто тактический. Но при этом будет добавлена работа в атлетическом зале, на велосипеде, различные полосы препятствий. Ну, в общем, функциональная подготовка. Андрей Инкудинов сегодня покинул команду. Насколько это потеря, не потеря? Нет, ну Андрей, он хороший игрок. Он наш воспитанник. Он стремится играть. Он хочет играть в КХЛ. У нас, к сожалению, он должен бороться за место в команде. И поэтому он чередовал матчи в Салават-Юлаеве с матчами в Таросе. Там ему предложили место. И мы посчитали, что правильно будет для развития игрока отпустить. И дать им возможность поиграть в КХЛ. Еще один новичок, вернее, еще один трансфер. Это Кирилл Кабанов уже дебютировал. Можно ли какие-то оценки по одному матчу уже сделать? Ну, немножко преждевременно нам не надо пока оценивать игру Кирилла, потому что он по медицинским соображениям пропустил две недели. Но уже в матче в Минске мы увидели его потенциал. Мы видим, что это быстрый техничный нападающий. И надеемся, что он будет еще прибавлять, развиваться. И вообще, я надеюсь, очень рассчитываю на ребят, которые вливаются в команду в плане повышения движения в команде по объему катания, мощи и результативности. Ну и Андрей все на самом деле спросил. У меня единственный вопрос. Это то же самое, что и Дмитрий Макаров. Прогнозы к Кубку Кирилла и России и Финляндии. Первый матч. Нет, я прогнозами не занимаюсь. Это Дмитрий может быть и может, а я нет. А сами следить будете? Безусловно. Нам обязательно все будут смотреть, потому что международные матчи показывают тенденции, в каком направлении развивается хоккей. Может быть, мы как через призму посмотрим и увидим проблемы, над которыми следует поработать нам. Поэтому, безусловно, мы будем следить за ними, мы будем болеть за сборную России, но прогнозы я не буду давать. Продолжение следует...